Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребятки, мы находимся сейчас на Софиевской площади, возле Софиевского собора, где наши власти хотят ремонтировать купола, по-моему, за 80 миллионов гривен, то есть за 2 миллиона долларов, грубо говоря. Во время войны купола за 2 миллиона долларов отремонтировать, с тем, чтобы они были более прочными и более красивыми. Высказывайте ваше мнение по этому поводу. Да я скажу, как говорится, свое. Смотрите. Да, сами купола в хреновом состоянии, я не спорю. Там ржавчина, один из крестов падал, его поднимали. Была история неприятная такая, но смотрите, у нас сейчас есть траты намного более нужные. Это, с моей точки зрения, абсолютно очевидно. 80 миллионов гривен, пересчитайте, пожалуйста, на Мавике, вы получите усиление для сборных сил Украины. Или еще на что, на любые потребы фронта. Например, джипы для фронта. Да что угодно. Все, что нужно солдатам на фронте. И в связи с этим встает вопрос о целевом использовании средств. И с моей точки зрения, вот это все ремонтировать сейчас, в такое время, можно только за спонсорские деньги, которые идут из-за границы и которые по-другому потратить нельзя. То есть спонсор выставляет условия сделать вот так и не иначе. Это первый момент. Второй момент по сути самого ремонта. Они хотят ремонтировать вот эти купола в виде луковиц. Но собор строился совсем не с куполами в виде луковиц. Если нас интересует Древний Киев, то в Древнем Киеве соборы строились с полукруглыми куполами в византийском стиле. Или в греческом, называйте как угодно. Это был византийский стиль, полукруглые купола. Никаких луковиц на Софиевском соборе тогда не было. Луковицы пришпандюрили, это уже где-то был 17 век, на купола. Это уже во время рашистской оккупации начали такие строить церкви. И, собственно говоря, вот сюда тоже прибабахали вот эти вот луковицы. И сюда, если вы посмотрите с другой стороны, отсюда не видно, Михайловский собор, но такая же картина. Но оригинально Софиевский собор был с полукруглыми куполами. Никаких луковиц на куполах не было тогда. И с моей точки зрения, если восстанавливать, если делать все, как это должно быть, то нужно восстанавливать его в том виде, в котором он был построен. Благо, стены остались. Ну да, они немножко видоизменились, но в принципе он по большей части выглядит так же, как он выглядел в свое время. Так вот, с моей точки зрения, спешить не надо. Надо выяснить, как его восстанавливать, в каком виде, как это будет выглядеть. И только потом, после войны, это все строить. Сейчас же вот эти вот 80 миллионов гривен, лично я, я скажу свое собственное мнение, я просто расцениваю, как способ раздеребанить бабло. Большой привет Кличко и его команде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова